Кумир миллионов, мальчишек, один из лучших спортсменов страны. Берял Махов еще в юном возрасте снискал славу. Многих титулованных борцов он положил на лопатки. Как им удалось добиться такого успеха, Махов рассказывал накануне молодым спортсменам. В Таранавзе трехратный чемпион мира по вольной борьбе провел мастер-класс. Слово Анне Сурхайхановой. Ставить перед собой цели тренироваться, причем чем усерднее, тем лучше. С этих слов начал общение с воспитанниками спортшколы Лебруского района, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Берял Махов. При наличии свободного времени именитый борец с радостью соглашается на такие встречи, потому что помнит, как сам начинал. Я когда был сам молодой, и наши спортсмены знаменитые в прошлом, Мурат Карданов, олимпийский чемпион, когда они приходили в зал, это стимулировало, ставили перед собой цели. Они видят то, что если тренироваться, чего можно достигнуть, видят в очередь людей, которые выигрывают, лидеров сборной. И это их стимулирует в дальнейшем, чтобы они не куда-то на улицу налево-направо уходили, а целенаправленно, каждый день без пропусков посещали зал. Захват, прогиб и бросок. Интерес в глазах и начинающих борцов, и ребят с опытом не угасал на протяжении всего мастер-класса. В перерывах между схватками Махов поделился. У нас сборные, сборы специально за год вперед заказывают, чтобы в таких местах сборы проводить, а вы здесь живете. В родную республику на этот раз Белял Махов приехал не один. С Амиром Беруковым они оба входят в состав сборной страны по вольной борьбе. Спортивный соратник родину друга оценил по достоинству. Здесь намного чище воздух. Просто мы в Дагестане не в горах живем, например. И у нас не такие горы, как здесь. У нас как бы скалистые горы, а здесь, видите, этот лесной массив такой хороший. Чистый воздух, вода хорошая, питьевая. Здесь, в республике, спортсмены готовятся к предстоящему чемпионату России, по результатам которого состоится отбор уже на Олимпийские игры. Анна Суркайханова, Анатолий Дереко, Вести, Кабардино-Валкария.